Так, я сейчас прошу, Миша, у тебя приезжали телевизорщики? Сколько они у тебя снимали? Примерно минут, ну, 20 были, наверное. Еще у Кавани были снимали? У кого были снимали? У Барабашей, наверное. Наверно. Барабашей никого нету сегодня. А Барабашей где? Уехать? Неизвестно. Почему машины здесь? Вы уже не первый день ходите к нам. Подходим к изображению. Сейчас, поговорят они тогда. Пока здесь не хочется разговор, но остановитесь. Уйдешь, еще знать не будешь. Подходим к аналою. Порядок один всегда был. Один прикладывается, потом второй. Перед этим два поклона. Потом вместе третий. Почти никто этого не делает. Поклонился и скорее убегает. Это остается один. Давай вместе. Вот мы подходим и аналою. Смотри. Господи, благослови. Походи, поцелуй, покажи. Вот так. Теперь он отошел в сторонку. Стоит. Куда торопишься? Как раз и не надо этого делать. Вернись. А ты от иконта встал в сторонку. Стой там. Теперь я подхожу. Поклонился. Теперь вместе клонимся. Третий поклон делается вместе. Я сегодня наблюдал. Почти никто этого не делает. Только отошел и сразу бежать. Иди у меня Степа. Иди сюда. Улипочка. А на Ползунова все делают, как Вы говорите. Ну, может быть. Так. Снимай шапочку. Давай. Мы подходим к икону. Два поклона. Да. Теперь подходи. Поцелуй. 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 Евангелие. Поцелуй и икона. И отойди в сторонку. Стой. Жди. Теперь я подошел. Поцеловал. Теперь вместе кланяемся. Куда ты торопишься убежал? Заметьте. В следующий раз. Утром. Вот. Запомните это. Это во всех храмах так было. Знали люди, когда кланяются. Сегодня ничего не знают. Я еще спрашиваю. К кому эти приходили, которые приезжали, записывали? Кого? Нету ничего. Звонят сейчас. Посмотрели. Которые. Мне надо узнать точное время. Кого сколько записывали? Я не видел. Кто видел? Посмотрите, сколько там именно Потеряевского. Сколько там записей у них. Что показали. Завтра я подсчет поведу, подведу. Там какие-то, которые комментируют. Там попы враждебные. Нам никакого отношения не имеющие. Не встречавшиеся. И они эти смотрят. Я говорю. И что? Ничего не поняла. Вторая звонит. И там положительного ничего нет. То есть быть столько времени записывать. И ничего нету. Ведь это командировка. Два человека летят на самолете. Просились. И ничего нету. И основано, что их тронуло, в котором составлен был ролик, радиостанция «Свобода» Великобритании. Оттуда. Приехали. Говорят, а сравнить? Я говорю, можно никакого нет. Говорят. Там взяли все как есть. Здесь откуда-то кто-то что-то где-то там сказал, о которой не встречался и не видал. Ну, батюшки здесь занятия пришли. Это дом Игнатия. Ну, это-то можно было узнать. Дальше Алексей Устинов. Она напишет не Устинов, а Пинов. Ну, это даже небрежности нельзя называть. Это уже вообще помрощение ума какое-то. Сколько было записей. Но дело в том, что со мной они были много. Записывались. Примерно 5 или 6 роликов. Я сейчас посмотрю. За секунды знаю сколько. Мне нужно этих узнать. Барабашита где-то я не вижу. Никого нет. Ни одного нет. А то редко слышишь, что никого нет. Ну, вот и все. До завтра. Устина, вы помогите батюшке овечкам-то дать сено. Ну, почему никого нет? Матушка говорит, она с ног сбивается уже. Не может никак. У батюшки нет. У батюшки нет. А она говорит, я болею. У меня ноги болят. Почему вы не поможете-то? Ну, кто просил. Сейчас она только что мне сказала. Подойди, скажи. Ну, сейчас вот я пошла. Зачем она берет? Она не может. У нее ноги болят и руки. Никто не придет и не поможет. А что помочь? Сено нужна овечкам дать. Она не может. Кому? Устину. Кого батюшка просит когда уезжает? Я не знаю. Ну, так надо сказать. А кто знает? Ну, как кто знает? Устину это знает. Парабах. Кто не празднил мир, а удалось не помочь. Снимите вперед! Когда батюшка кто-то просит, кто-то приходит. Он просит. Он приходит. Он приходит. Как проводили выждание? Парабах нет. Я выгнал его. У него столько открылось. Я просто собачка кременья и яростью в глаза. Как раненые хабаны. Он наказывает. Но сильно восстанавливал Михаил из-за него. Вы его гневом отравили? Нет. Помолились. Они по-хорошему. Все. Ему убеждали. Он с дороги еще как телеграмму дал. То есть написал. Все по-хорошему. Но причина была та, что он восстал. Восстал на брата. Работали вместе. Мы здесь городили. Я хочу узнать. Как ты когда его принимаешь? Его или другого принимаешь? Меня не было здесь приняли. Он приехал. Мне даже здесь и не было. Но я разрешил. Надо чем принять? Надо ведь к Господу Богу обратиться. Мы обратились. Мы молились. Ему большая польза, он говорит. Большая польза. Хорошо. Но если Господь тебя благословил его взять, то выгонять его нельзя. Не так. Вот. Изгоняет Господь. Уже принято. Благословение Божие никак. Ты должен терпеть. Должен обратиться к Господу Богу и молиться за Него. Мы молимся за Него. Как сказано. Не укори. А прилеждаю. Да ты же сама первая сказала. Прогони его отсюда. Прогони. Хорошо. Но как ты его принял? Я его не принял. Я здесь не был даже. Я в Барнауле был. Я приехал через месяц. Как я его принял? Это надо чем принимать? Надо Господу Богу. Ну Господу Богу. Но Христос не знал Иуду принял. Кого мы упрекать будем? Кто его принял? Иисус принял среди апостолов предателя. Как он его принял? Ты что, не видел кто это такой? Поставил ее казначеем. Иоанн Златоуст поехал и оставил вместо себя митрополита. Севера. Приезжает, он его не пускает. Против него. Так он его избрал. И которых он рукополагал священников, они все против него поднялись. 47 епископов. Давай Златоуста дадим. Как их узнать? Никак не узнаешь. А подожди. И Господь так говорит. Ты принял его? Ты его не одевай. Мягкую одежку-то. А ты одень на него грубую и пищу дай. Как он может вытерпеть? Он в данном месте был. Он мог. Он не хотел ничего делать. Работы совершенно не хотят. Вот тогда ты узнаешь. Если он вытерпит его из клубов, все во всем. Да ему терпеть. Он не хочет ничего. Сказали, что делать? Иди вот эту скамейку отнеси туда. Он ее несет в тот угол. А я тебе говорила, раньше его надо. Раньше. Раньше я еще. Двое за него походотайствовали. Я еще раньше его проводил. Но дал еще шанс. Батюшка и барабаш за него, как бы поручились, возьмут на работу. А он стал еще хуже. Ну он вам телеграмму дал. Дал все. Едет по-хорошему. Благодарит, что было. Многому научился. Молится. И с ним все беседовали. Его проводили, посадили ночью, Виктор. Дали на дорогу денег. Ему у него денег не было. Ну и теперь где он будет? Куда как? Ну, к родителям. У него родители живые. Дом, родители. А, у него родители? Конечно. А ты бы его наладил к жене, скажи про прощение. Он же сам ушел от ее. От кого? Бросил от жены. Про это вникать даже не буду. Я говорю, если жена нормально, она его до утра могла дотерпеть и выгнала бы. Он ничего не хочет делать. Ну ладно, ты прости ради Христа. Поэтому никак. Никак. Я твои слова помню. Ты говорила, прогони его. Ты первые слова сказал. Раньше надо было. Прогони. Ну, раньше я его и отправлял. Но тут оставил еще на 2-3 недели. А то видишь, он уже начал бросаться. Да, сделали как положено. Все сделали как положено. Ну ладно. Молились, спасли, соблюдал. Прости ради Христа. Он, видишь, молиться не умеет, не хочет. Молиться, а он лег спать. А, вон, вон. О! Он стоит, и я ему все рассказываю. Как его поведение какое? Я, говорит, стою в молитве, а меня, говорит, всю службу дух голодомучает. Еще хочешь взять? Он его объял уже. Он объял никак. Он не может вылезть. Я ему говорю, делай вот так. Выйди из этого состояния. А перед этим день целый. Ему за провинность он не ел. А тут с разведчима богослужения. Пост и молитва. И он восстал. Прямо, я гляжу, в глазах у него злоба плещется звериная. А работал он с ним, не со мной. Я его сразу отстранил от работы. Нет, матушка, тут все как надо сделано. Слава Богу. Терпели до конца и по-хорошему проводили. Братья с ним беседовали. Так было? Так, так. Вот он, вот он стоит. Хранилась Господь и Матерь Божья. Слава Богу. Так. Ну и слава Богу. Мне сейчас Игорь надо узнать, сколько он с ними был, записывали. Пустина. Я приду. А? За этой приду. Ну да, сейчас придешь, я тебя отдам и все. Все на этом.